Новые данные от Центра занятости населения. Уровень безработицы в Сургуте и районе продолжает расти. По данным на начало октября на учете состоят порядка 9 тысяч человек. Вакансий вдвое меньше, чуть более 4 тысяч свободных рабочих мест. Также на сайте Государственной инспекции труда можно найти предложение о временной занятости. Одни из самых востребованных должностей – бухгалтер, водитель, сварщик и кладовщик. Что касается выплат по безработице, в этом году заявителям перевели 455 миллионов рублей. В прошлом – всего 25 миллионов. С сентября минимальное пособие составляет чуть более 2 тысяч рублей. Максимальное осталось прежним с учетом районного коэффициента – 18 195 рублей. Те, кто уволился после 2 марта, практически у всех было максимальное пособие. У некоторых тоже возникают вопросы в части того, что насколько выплата пособия они рассчитывали, что будут получать ее бесконечности. Нет 26 календарных недель, а выплата пособия только до августа месяца была в максимальном размере. С августа месяца, если нет 26 календарных недель, соответственно, на него распространяется закон о занятости. В центре занятости население не могут утверждать, что скачок безработицы в Сургуте и районе – это следствие пандемии, так как из всех стоящих на учете всего 14% потеряли работу после 1 марта. В учреждениях говорят, что жители могут пройти курсы переподготовки, после которых они должны будут трудоустроиться. Вакансии помогут подобрать. Главное, соискатели просят не игнорировать оповещения, которые направляют центры занятости. К тому же, все профессии, которым обучают, востребованы на рынке труда. Нужно достаточно серьезно относиться. Это государственные деньги, и государство готово вкладывать на обучение, на развитие, на повышение конкурентноспособности, но не на развлечение. Хотелось бы, чтобы каждый гражданин принял решение. Если он пошел обучаться, то уже стремился трудоустроиться с использованием новой профессии или новой профессии, или повышение квалификации.